Приветствую вас, и вы знаете, при чтении вашего текста у меня возникло несколько вопросов к вам, которые я бы хотел прояснить. Ну, я надеюсь, что вы их проясните сами для себя, и вам станет ситуация более понятна. В дополнение подписать мне обязательно. Вы пишите, я нравилась мужчине, по крайней мере я так думал. Как проявлялось его понимание, как она выражалась им, то бишь, мужчинам. Вместе работаем, в одном кабинете сидим, он разведенный год писал мне ВК по выходным и по празднику. Что писал? Конкретно, что он вам писал? Знаете, если, как вы говорите, он вам жаловался только, то он не воспринимает вас как женщину в строю. Да, он вам доверялся, но вы видели его слабым. И по мнению мужчины, нельзя строить отношения с той, кто видел его слабым. Потому что все время будет воспринимать слабым. Вот. Далее, значит, потом нашел себе женщину и попросил сделать для нее мыло ручной работы в форме сердца надежного Валентина. Ну, напоминает, знаете, такое вот желание самоутвердиться за расчет и показать, что он на самом деле крутой, на самом деле другой, на самом деле не такой слабый, как и вы его себе представляли, по мнению мужчины. И, значит, он хотел вам показать, что вот, смотри, ты думал, а я такой, а я вот такой, я, оказывается, романтик, я, оказывается, там, мужик. И вообще, имею представление о том, как мы не указываем за женщиной. Кроме того, вероятно, он ожидал опрос того, что вы будете проявлять больше инициативы к вам. Вот я сниму, простите, я сниму. Вот. А вы, если эту инициативу не проявляли, то, соответственно, у него могло появиться чувство, что его недооценили, не поняли, и отсюда обида и желание вас унизить, как у любого обиденного человека. И вот, соответственно, он вас таким образом и унизил. Еще раз повторю, вы говорите, мне непонятно, как можно просить сделать для его женщины подарок на день святого недели у женщины, которая нравилась. Ну, во-первых, годовой, чтобы не просить, нужно женщину, которая нравилась, уважать, а он вас, скорее всего, не уважает. Потому что, либо вы не соответствовали его ожиданиям, либо вы увидели его слабым, и, по мнению мужчин, это неприемлемо. А вот, во-вторых, нужно, чтобы она действительно, действительно нравилась. Я не увидел никаких доказательств с тобой, что вы, мужчине, нравились. Это вы говорите, что вы ему нравились. А как оно на самом деле, неизвестно. То есть, нужно разбирать конкретно его проявление симпатии к вам. Вот и все. Может быть, вы выдавали желаемое за действительное. Тогда это объяснило бы ситуацию. То есть, если вы считаете, что, допустим, разведенный мужчина пишет другой женщине какие-то вещи, связанные, там, со своими переживаниями, что это показатель симпатии, то вы ошибаетесь. Это не показатель симпатии. А других доказательств я не увидел. Но, очевидно, это не очень токтично. Это не очень токтично, это неправильно. Это унизительно для женщины. Но, опять же, только при условии, если вы правильно интерпретировали его поведение. Я прямо говорю, что мне с тобой хорошо, что мне с тобой приятно, что ты меня вдохновляешь, ты мне помогаешь, там, я, как бы, там, не знаю, проводил с тобой больше времени. И так далее. Если так, то, да, вы правы. Да, справедливо, это я говорю вам. Если нет, то, соответственно, вы заблуждали. Относительно его сентачи, и тогда ее не было, и, соответственно, поведение мужчины абсолютно нормальное. У мужчин все проще. Ну, как вам сказать? Да, у некоторых мужчин действительно все проще. Вот. У мужчин действительно все просто. У некоторых, вот, если женщина больше ничего не связывает, то можно, соответственно, не просить что-то угодно, и относиться к ней, как к коллеге. Кстати, в этом есть специфика, именно, так скажем, служебного романа. То есть вы продолжаете, как бы, с мужчиной, да, взаимодействовать по работе, например, и не можете от него, как бы, уйти. И от этого вам плохо. Ну, по крайней мере, лучше точно застановиться. Потому что, ну, в идеале, как, ну, вот вы какое-то время общались, потом, например, разошлись, и все, и живете дальше. А тут вы с ними работе, вам, как бы, не очень комфортно и неприятно. Вас это задело, да? Задело. Иначе вы бы не писали вопрос. И я понимаю, у вас это действительно неприятно. И мужчина, как поступать, не должен был. Но поступил. Ну, я, конечно, не хотел с ним отношений. Он, видимо, понял. А если вы не хотели с ним отношений, то... Чему тогда это сделал? Было я сделала, я не мечтаю строить отношения, мне не нули, на них живут, живут счастье. Я год его нытью случил, его депрессия. Его депрессия. Так, ну, давайте здесь. Вы год случили его нытью. Зачем? Для чего? Вот, ваша субъективная сторона того, что вы скушили год его нытью. Вы это делали, чтобы помочь ему? Или для того, чтобы что-то получить самой? Или что-то получить самой? То это неправильно. Потому что от людей и животом стать бесполезно. И ваша ситуация яркий тому пример. Если вы хотели ему помочь, то сделали это для него. Ну, непонятно, для чего вы это пишете. То есть, ну, помогли человеку, помогли ему. Ну, и все, помогли, сделали доброе дело, забудьте. А если не можете, значит, чего-то хотели. А если чего-то хотели, значит, были от него зависимы. И вы все, возможно, зависимы. Ну, или, по крайней мере, сейчас вы переживаете фрустрацию из-за того, что не получили то, что вы хотели. Вопрос. А вы у того человека просите? Вы от того человека ожидаете того, что вы хотите? Он может вам это дать? То, что вы хотите? Сейчас понимаете, что не нужно было быть жилеткой. Ну, понимаете как? Я еще раз повторяю, что если вы помогали ему просто по-человечески, поддерживали его, то это одно. И это здорово. Если вы на это рассчитывали, то нужно вот здесь внимательно относиться. То есть, если вы с чего-то хотите, и видите, что человек жалуется вам, то тут нужно осторожно. То есть, человек, он не будет вам благодарен и не будет вам давать то, что вы хотите только потому, что вы поддержали его. Наоборот, для многих людей, мужчин и женщин, подобное является очень неприятным. Я уже говорил, да, про чувство себя слабо. Наоборот, был в том, что я не понимаю, почему мужчина просит женщину, которая ему нравилась ранее, подарок для другой. Это не странно. Это не странно. Либо мужчина пытается вас унизить, либо просто у него не было изначально конференции. Унижение нужно понимать для того, чтобы лучше чувствовать себя. Как раз я и хочу понять человека, его поступок. Ну, знаете, чтобы понять его поступок, нужно больше информации о нем. Как он. Как проявлял конференцию. Какой у него психологический партрет. Для того, чтобы понять, что человеку вы дали слишком мало информации, при том, что это ваше видение. Вы говорите, что я нравился мужчине. Но, опять же, нет никаких проявлений именно его активности. И поэтому мы можем только гадать, если вы дадите больше информации о нем. Если вы написали, какой он, какие у него слабые места, какой он по характеру и так далее, и так далее, и так далее. То, я думаю, ответить можно будет более полно. Так поступок и человека понять сложно. Очень. Значит, про бывшую жену свою рассказывать, какая она плохая. Что подавать немногу не для другой женщины. Так. Это вы вообще чему к чему? Ну, про бывшую жену он рассказывал плохая понятка. Она его обидела, она его задела, он пытается ее принижить. Это естественно. То, что мужчина не желает свою ответственность брать на себя в этой ситуации, в ситуации с разводом. Это показатель. То есть, если мужчина не готов брать ответственность за себя в браке, если после развода он винит свою жену, значит, скорее всего, он вообще не готов признавать, что где-то он сам поступает неверно. И, исходя из этого, его поведение выглядит логичным. Он поступает так же, как с вами, как со своей женой. То есть, пока она ему была нужна, она была хорошей, и только она стала добиваться чего-то своего и чего-то хотеть, она тут же стала плохой. И мужчина не говорит о том, что я сделаю что-то не так, да и что она сделала что-то не так. И вот только отец несет, повторю его поведение, логично. Месть, нет, ну, несть, конечно, я не думаю, что это прямо месть. Тоже, если я с вами согласен, не месть, дело. Дело именно в том, что я вот вам назвал эти вещи наиболее вероятны. То есть, вы еще раз проанализируйте, что он вам говорил, за как он с вами себя вел. Действительно ли это была сниппадия? Если сниппадия, то первый вариант. Если нет, то старт второй. Он может и хотел показать, что я потерял, а не знаю. Понял, что со мной больше, со мной не будет отношения, решил искать дальше. Ну, это вот да, это может быть. Но опять же, только при условии, что вы ему нравились. То есть, почему-то это, по сравнению, не ставит, что вы ему нравились. Хотя в первом своем сообщении не дополнили. Вы пишите, что я так думал. То есть, если вы так думали, то не знаете, что это было на самом деле с его стороны. Понимаете? Ну, вот. Вообще, конечно, неплохо было бы вам самой подумать о том, что если вы не хотели с этим мужчиной отношений, если он вам не нужен, то почему вы хотите его понять? Вот ваша заинтересованность в чем? Чтобы не делать таких-то ошибок больше, чтобы не нарываться, ну так опять же, для того, чтобы не нарываться, достаточно просто для себя сформировать, сформулировать образ некого идеального мужчины. или мужчины, которые вам подходят. Какой это мужчина? Отвечает ли вот этот человек этому образу, собирательному? И если нет, то почему вы с ним? А если да, то правильный ли образ? Подождите, ну, мужчина на вас сливал и сливал свой негатив. Нравилось вам это? Понимаете, если бы у вас были отношения, он бы так и дальше бы на вас постоянно сливал негатив. И вопрос заключается в том, считаете ли вы, что мужчина должен сливать на свою женщину негатив или нет? И если нет, то вопрос тогда вообще снимается. Потому что если человек, ну, мужчина, сливает свой негатив на женщину, для этого нужны определенные условия, определенные модели поведения, определенное воспитание, определенные ценности и так далее. Вот вы подумайте, какой симбиоз, какая совокупность того, что я назвал, может провоцировать слив негатива на вас. И подумайте, эта совокупность вам нужна в человеке или нет? И на будущее просто старайтесь спрашивать себя, зачем я это делаю? Если я кому-то помогаю, если я кого-то выслушиваю, если я на кого-то тратил свое время и так далее, и так далее. Для чего я это делаю? Зачем мне это? И если вы делаете это для себя, чтобы что-то получить самому, то лучше сразу перестать это делать и начнете действовать по достижению своих целей. На этом все, надеюсь это помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! 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 Удачи!